все к лучшему раньше-то мы не знали что все к лучшему а сейчас на что все к лучшему все к лучшему все всевышний делает лучшему прямо точно точно мы это знаем и сегодня мы узнаем откуда мы это знаем то есть тут вот есть очень здесь такой нюанс интересный который сегодня как раз нам рав шаломар уж объяснит объяснит нам этот нюанс каким образом получается что все к лучшему да значит ну конечно же наш урок торы для того чтобы были спасены спасены швуем то есть вся сила швым это это заложники это страшно женщины дети старики находятся в плену вообще как это так украли представляете украли заложником чтобы они все вернулись здоровые домой и чтобы эти бандиты которых украли они понесли заслуженное наказание все это сила нашего урока идет на спасение жизни спасения как они страдают больше месяца они находятся в плену это страшно больше месяца представляете это страшно сидят где-то в подвалах и весь мир особенно но сейчас уже последнее время слава богу уже и арабы все которые такие нормальные они поняли они говорят что это за бандиты эти хамас да это крысы просто какие-то в общем и мы молимся чтобы война закончилась и между украиной россией чтобы война закончилась чтобы прямо буквально перестали воевать чтобы закончилась война тоже мы молимся о мире чтобы был мир во всем мире чтобы добрые хорошие люди были здоровы и счастливы а злые плохие люди чтобы всевышние прямо чтобы они взорвались прямо все злые и те кто поддерживает террористов те кто поддерживает бандитов чтобы все зло чтобы зло разрывало всех злобных людей вот так вот я советую советую всевышнего на сверху лучше знает конечно меня все перемоги миру и процветания украины это израиля и всем добрым хорошим людям уже добрые хорошие люди есть везде и они например вот эта девочка как и жалко которую на 7 лет посадили в за то что она протестовала против войны это же жалко ее реально очень художница девочка просто высказалась да то есть я например за всех добрых хороших людей во всех странах мира чтобы добрые хорошие люди процветали были здоровы а злые люди и бог знает где зло где не зло только бог знает конкретно где где зло то есть мы можем предполагать мы высказываем свои мнения но всевышний знает и вот сегодня мы как раз об этом и поговорим значит говорит нам равша ломаруш что выговорит поймите что действительно тяжело в момент реальности в момент когда у человека есть факты вот он пишет если человек сталкивается с самыми страшными фактами да то как ему благодарить вот как он говорит ну понятное дело что она в голову не влазит когда ты сталкиваешься со страшными фактами благодарить как нужно сказать верно я все вижу правильно и то что я вижу действительно совершенно ужасно но согласно вере все что делает всевышний к лучшему а для меня главное вера и поэтому я должен сказать богу большое спасибо вот тут как раз он сегодня проводит вот этот вот очень разделительный такой разделительные касают границу четкую границу которая и объясняет всю его систему и делает его систему более понятное как она работает как она устроена есть у человека то что он видит это во что он верит это разные вещи то есть то что мы видим своими глазами а это одно то что мы слышим это совсем уже другое да потому что почему мы говорим в молитвы шма эсраэль и закрываем глаза мы говорим шма эсраэль а шим и локк наш махат бог всесильный бог один почему мы это говорим мы не можем это увидеть мы не можем это постигнуть мы не можем это почувствовать мы можем в это верить. То есть, когда ты используешь слова и когда ты используешь объяснения, то это всегда вопрос веры. Когда ты что-то видишь или чувствуешь, это реальность. Когда ты все, что остальное, все, что уже касается слов, это вопрос веры и понимания. Ты веришь так или ты веришь так? И он говорит такую вещь, что все, что касается будущего, все, что касается оценок, Все, что касается рассуждений и так далее, это вопрос веры. Теперь, когда человек видит, с ним происходит что-то ужасное, но он же не знает, куда оно дальше пойдет. Вообще не знает человек даже приблизительно, что будет через следующую секунду. И он не знает всех тонкостей, которые были до этого, всех причинно-следственных связей. Как мы учили в Экклезиасте, что Бог дал мир, написано улам, как бы сокращенно, мр, без и, как будто бы, да, на русском, на иврите, улам, без вав. Бог дал мир в сердца людей и нет человека, которому он бы дал весь мир от начала до конца. То есть мы все видим маленькие фрагменты реальности, все остальное мы домысливаем, додумываем, достраиваем. И вот тут он нам проводит раздел. Он говорит, смотри, если ты осознаешь, что есть факт, а есть вера, и все остальное, кроме факта, это вера, тогда тебе ничего не мешает верить, что все к лучшему. То есть тогда это чистый твой выбор. Или ты расцениваешь Бога как доброго, который тебя любит, который хочет тебе добра, или ты расцениваешь Бога как того, кто хочет тебе зла, или ты вообще Бога никак не учитываешь в своей модели мира и говоришь, я верю, то есть я человек верующий, мы все верующие люди. Я верю, что Бога нет, я верю и тогда, и тогда мне сейчас плохо, и кто-то верит, будет хорошо, кто-то верит, будет плохо. Теперь говорит Равша Умаруш и как работает Тора, что говорил пророк, Хавакук был такой пророк, да, он говорит, Праведник верой своей будет жить. То есть получается, а не праведник, а не праведник, он верой своей умрет, потому что он же не праведник, и он будет тогда верить, что надо действовать неправильно. Он же все равно верит, мы все верим в какую-то модель поведения, в какие-то правила и принципы, в какие-то исходные предпосылки. Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Одному Крошке сыну объяснили, что хорошо между первой и второй, перерывчик небольшой, и значит, ну и так далее. Разные там ему объяснили принципы, как уходить от реальности. Другому объяснили, что алкоголь вообще вредно, нельзя, запрещено, это зло. Кому-то объяснили, алкоголь это добро, кому-то объяснили, алкоголь это зло. Дальше мы все живем в мире исходных предпосылок, которые верим по умолчанию, как бы, да? И получается, что все живут своей верой, только праведник верой своей будет жить, он верой своей перейдет в вечную жизнь. Неправедник верой своей умрет, он лишится этой же вечной жизни. Но все и первое, и второе, это будет, это все и первое, и второе, это будет что? Это будут люди, которые живут своей верой. Понятно, да? Все. Теперь, говорит нам Равшалумаруш, когда ты видишь, что все ужасно сейчас, ты должен все равно благодарить Всевышнего и сказать, я ничего не понимаю, как оно будет хорошо. Нет у меня ни понимания, ни осознания, то есть знанием я не понимаю, но верой я верю, что то, что сделал Всевышний, значит все к лучшему. Разум заявляет, главное это то, что я вижу, вера говорит, все к лучшему. Понятно. Теперь вы можете сказать, да, нет, вот все, кстати, стептики, цинити, пессимисты, они все говорят, типа, они себя почему-то называют реалистами. Вот реалистами себя называют обычно сумасшедшие и цинити, стептики и пессимисты. А оптимисты, они себя называют оптимистами, они говорят, да, я оптимист и я этим горжусь, что я вижу все в позитиве. Почему оптимист может этим гордиться? Ему сейчас хорошо, никто не знает, ни пессимист, ни оптимист, ни реалист не знает, что будет через пять минут. Но оптимист, он верит, и ему хорошо сейчас, и говорит нам Тора, что заслугу веры Всевышний сделает для него чудо. И чем сложнее ему поверить, что Бог ему сделает чудо, тем лучше. Есть известная история такая, как там бандиты, махновцы остановили поезд с красноармейцами. И выстроили красноармейцам, и идет этот махно и пилит ногти так. И значит он говорит, вот этого расстрелять, его хватают и расстреляли. И этого расстрелять, и вот выстрелы расстреляли. Он говорит, этого расстреляют. А этот говорит, третий, я не хочу умирать, меня не надо. Махно говорит, этого не надо, он не хочет. И идет дальше. То есть мы не знаем, как оно будет дальше, мы не знаем, что будет в следующий момент, мы не знаем, как развернется ситуация ни в какой вещи, но праведник верой своей будет жить. И здесь он опять приводит, к примеру, Раби Акива, и он говорит, вы что думаете, Раби Акива стал такой позитивный, потому что он таким родился? Вообще нет. Он учился у, был такой, Нахум Иш Гамзу, был такой великий тоже человек, которого звали Нахум, и назвали его Гамзу, так же это, потому что он всегда говорил, Гамзу Литова, Гамзу Литова, это к лучшему, это к лучшему, это к лучшему. Так Раби Акива, знаете, сколько у него учился? 22 года. То есть Раби Акива не стал таким позитивным, я тоже не всегда был позитивным, я вообще был часто, ну я был, в общем, глобально, я был оптимистом, но бывало, что я был не оптимистом, был я иногда и очень-очень гневался, я очень был гневливый человек, кстати. И Равыцкак Зильберзе, Хронат Садикли Враха, самый счастливый, самый добрейший человек в мире вообще, которого я видел, он рассказывал прям про себя, лично говорил, что я по природе, по сути своей, я очень гневливый человек, и у меня заняло очень много времени исправить себе это качество. И говорит Рав Шаломару, что нужно быть похожим на Раби Акиву и воспринимать все в свете веры, что все к лучшему. Но для этого нужно служить мудрецам и учиться у них, служить вере и учиться ей, понять, что в мире нет зла, что все благо, и Всевышний всегда благ, не почти всегда, а действительно всегда. Не почти всегда, а действительно всегда. Хочешь – верь, хочешь – нет, это твой выбор, да? Хочешь верить, что все будет плохо – верь, это твой выбор. Хочешь верить, что все уже плохо – верь. Хочешь верить, что все страшно – верь. Я верю, что все Всевышний делает к лучшему, что вся ситуация, которая есть сейчас, она повернется обязательно в какой-то момент намного прямо к добру. И тот, кто это осознает сейчас, у него она поворачивается прямо сейчас к добру. Вот это вот очень важная вещь. Что как только ты в это поверил, у тебя сейчас же приходит твое личное, индивидуальное спасение и добро. И чем больше будет людей, к которым придет личное, индивидуальное спасение и добро, тем больше будет добрых, веселых, счастливых людей, которые стоят под божественной защитой. Потому что я видел многократно в жизни. Те, кто верят, что будет плохо, они правы. И Всевышний им дает вот прямо конкретно плохо. Прям они, они прям, прям формируют. И они уверены. Чем больше он уверен, что будет плохо, тем хуже ему будет. Почему? Ну, а чего нет? То есть человек верой своей формирует обстоятельства. Он подозревает, идет против Всевышнего. Конкретно идет против Всевышнего, утверждая, что добрый Бог недобрый. То есть, ну, понятно, по логике было бы странно, если бы ему везло. Но было бы странно, если бы человеку, который уверен, что ему не везет, что все будет плохо, что ему никогда не везло, что Всевышний им все делает для него плохо. Было бы странно, если бы ему вдруг начало везти. Почему? На каком основании? И люди, которые уверены, что у них все хорошо. Вы скажете, а, бывает, что ему не везет. Бывает, но кто сказал, что ему не везет? Может быть, это и есть его везение. Так он, во всяком случае, сам-то думает. Что если уже что-то произошло, вот как Ник Вучич. Он говорит, слава Всевышнему, говорит, спасибо Всевышнему, что он меня таким создал, что я могу теперь, сколько я могу людям сделать добра, сколько я могу людей вдохновить. То есть, он благодарит Всевышнего без остановки. И мы видим, что Всевышний ему дал. Жена, четверо детей. Люди с руками, с ногами не могут одного раза жениться. Почему? Мне кажется, что пессимисты. У меня есть одна знакомая, она уже раз в пятый жената. Оптимистка такая вообще. То есть, она каждый раз очень оптимистична. И она, как бы, смотрит с доверием на будущее. Она начинает новые дела, новые проекты. И она выходит замуж. Не потому, что она суперкрасивая. Или какая-то особенная. А потому, что она оптимистка, которая верит, что все будет хорошо. Идет такой вайп от нее. И Всевышний действительно ей дает вот эти вот все события в жизни. И есть люди. Давайте подумаем. Вот у меня есть знакомые, которые... Вот есть один знакомый, кстати, интересный у меня. Да? Он, с одной стороны, он оптимист. Он оптимист. То есть, он верит, что прямо все будет хорошо. Тоже много раз женат. С другой стороны, у него в разговоре и во всем, у него как-то это сочетается с большим страхом. И вот так. Знаете, как иногда бывает сочетание? Бывает, что человек оптимист. Вот он оптимист вообще конкретный. Насчет себя. А насчет остальных он пессимист. Вот это вот сочетание. Вот я сейчас подумал, почему у него ему не везет в жизни. Да? И я вдруг понял, что он оптимист насчет себя и большой пессимист насчет других. То есть, он всем говорит, тут будет плохо, этим будет плохо, этим будет плохо. То есть, он как бы всех судит, что всем будет плохо, а ему хорошо. А как работает? То есть, ты не можешь быть оптимистом на себя и пессимистом на других. Потому что та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Если ты говоришь, этим будет плохо, этим будет плохо, этого пусть Бог накажет, этого пусть Бог накажет. То есть, ты создаешь себе вот такую вот вокруг себя, как бы атмосферу. С одной стороны, он все время пытается что-то сделать, потому что он верит, что Бог ему лично сделает хорошо. С другой стороны, я вижу, что у него не складывается именно потому, что он очень пессимистичен в отношении других людей, что выражается в лошо на раз, злоязычие. Это очернение других людей. Сплетни и так далее. То есть, вот я думаю, что в этом секрет. Плюс, есть еще третья вещь. Есть оптимист, есть пессимист. Это категории эмоционально, такие отношения к жизни. Но есть еще категория деятельность. То есть, то, как ты действуешь. Те правила, те принципы, по которым ты строишь свою жизнь. И бывает человек оптимист, например. У тебя в бизнесе, когда только начинал, я был оптимистом. Я верил, что я прям заработал миллионы долларов. Но я был не профессионал. И поэтому то, как я действовал, меня приводило к ошибкам. Которые, каждая ошибка, она была для моего блага. То есть, я из нее понимал, что так нельзя делать, так нельзя делать, так нельзя делать. И я через ошибки выстраивал себя. Но можно идти по-другому. Можно сразу учить правильные алгоритмы. Вот как мы сейчас учимся. Мы поучили, значит, сад благодарности. Поняли, что главное верить, что все будет хорошо. А теперь, как делать благодарность? Вот сегодня говорит нам Рав Зелек-Плистин. Он говорит так. Let people know that they should feel grateful to others. Дай людям знать, что они могут и должны чувствовать благодарность к другим. То есть, он говорит такую вещь, что вот прям четко, видите, это как раз иллюстрация того, что я сейчас осознал про своего друга. Мало самому быть позитивным, верующим и благодарным. Нужно распространять вот это добро вокруг себя. И здесь приводит Рав Зелек-Плистин такой момент. Он говорит, помогай расприт. Сприт это как распыляй, да, как распространять. Гратитюд, благодарность в мире. Вот, например, ты видишь, что какой-то человек сделал добро для другого. И ты можешь это прославить. Ты можешь сказать, вместо того даже, кому сделали добро, ты можешь поблагодарить вот этого, который сделал добро. А тому, кому сделали добро, он мог не знать. Вот есть такие люди, они не знают про благодарность. Их почему-то не научили, им не объяснили. Они живут в какой-то системе координат, что все им положено, что все им должны. Что люди, например, есть такая, ну, я считаю, что это очень неправильно. И я так раньше думал, я вам честно скажу, я раньше так думал. Я всегда думал так, что каждый человек делает то, что он хочет делать. То есть человек, у него есть возможность, у него есть свобода выбора. И если он выбрал сделать мне добро, например, да, то это был его выбор. То есть он хотел это сделать, он сделал, он молодец. Но почему я должен быть ему благодарен, если он делает то, что он хочет? Ну, молодец, красавчик. То есть ты хотел мне сделать добро, сделал добро. По большому счету, это не ты сделал мне добро, а Всевышний сделал мне добро. Если уже кого благодарить надо, так Всевышнего, а не тебя. Я думал, у меня было такое заблуждение, да, что в этот момент, когда тебе делают добро, то ты как бы не обязан этому человеку, он сделал то, что он хотел. Это заблуждение, это неправильно. То есть на тебе есть обязанность быть благодарным. И если он что-то делал тебе хорошее, нужно за это благодарить и быть благодарным. То есть да, это Всевышний. Да, это Всевышний хотел тебе сделать хорошо и дал ему возможность. Да, он сам захотел сделать тебе добро. Но ты должен все равно его благодарить. И здесь вот этот сороковой инструмент, он говорит, что очень важно, вот есть в псалме, в псалме не помню какой номер, царь Давид это говорил, он говорил так, «Ми Аиша Хафет Схаим» – кто человек, который жаждет жизни? Жаждущий жизни – это тот, который хочет, чтобы у него была жизнь настоящая. «Ми Аиша Хафет Схаим» – даже вы верите, вы знаете, что нет слова «жизнь» в единственном числе. «Жизнь» – это жизнь в этом мире и жизнь в мире грядущем. «Ми Аиша Хафет Схаим» – кто человек, жаждущий жизни? Жизненной силы, жизненной энергии, вечной жизни. И он объясняет, кто это. Оно является интерпретацией, попыткой передать реальные вещи. Я говорю слово книга, и книга это разные вещи. Книга это звуковой ярлык обозначения реальной книги. Теперь, если я скажу, какая это книга, это вообще полностью мое изобретение. То есть, это интерпретация. Она не хорошая, не плохая, не тяжелая, не легкая. Это все мои попытки описать свои ощущения. Так вот, если миаиша хафет скаим, то человек, жаждущий жизни, тот, кто любит все свои дни в виде добра, то есть, он свой фокус внимания, он направляет, направляет на добро, он ищет добро. Значит, а как это сделать? Не цовлы шонха мера, станови свой язык от зла. Никаких негативных слов, негативных выражений. То есть, предпринимай активное действие, чтобы установить шалом. Теперь, приводит он пример, Равзелик Плистин, как был один парень, который, он прямо не любил слушать Лошонара, прямо его это очень ранило, когда кто-то о ком-то говорил плохо. Но что он делал? Он, как он гнался за миром? Он искал факты, что тот человек, про которого, вот один про другого говорит плохо, вот он такой плохой, там все. Он искал факты, где тот, про кого говорили плохо, он делал добро или делал хорошо тому, кто говорил плохо. И он прямо искал факты, это было его гнаться за миром. И он приходил в следующий раз, говорил, смотри, вот тот, про кого ты говоришь плохо, он про тебя говорил хорошо, делал хорошо и так далее. И он этим самым, он как бы менял ситуацию и делал между ними шалом. Это называется гнаться за миром. Теперь, если вы знаете, что кто-то кому-то сделал добро, так скажите, молодец, прославьте его, скажите 10 раз, какой он молодец. То есть распространять добро в мире, благодарность, это как раз прославлять тех людей, которые благодарны и делают добро. И если человек делал добро другому, а тот не знает, насколько это было тяжело, сложно, вы можете тому, кому делали добро, тоже сказать, смотри, вот он так для тебя старался. Он так сделал тебе, ну прям реально старался. И этим самым вы тоже увеличиваете количество добра. Все, спасибо вам огромное, что вы приходите, что вы участвуете. Я как раз сейчас готовлю опрос, мне очень интересно, какие события происходят в вашей жизни из-за благодарности. Я лично чувствую, моя жизнь за 40 уроков этих кардинально изменилась, в лучшую сторону, просто фантастическим. Спасибо Всевышнему, спасибо авторам этих книг, спасибо вам, что вы выбрали, что благодаря вам я готовлю эти уроки. И то есть я хочу сейчас собрать какие-то истории из вашей жизни тоже, если у вас есть какие-то, поднаблюдайте, какие-то конкретные изменения в жизни, улучшения. Поднаблюдайте, хочу собрать эти примеры через форму. В следующий раз я сделаю форму такую опросную, чтобы собрать. И я очень хочу издать книгу тоже, издать книгу уроки Тора, может быть 50 уроков благодарности. И эта книга, прям ее сильно распространить, потому что я чувствую, что именно благодарность, это действительно ворота в рай. Это то, что может улучшить жизни людей кардинально, то есть просто фантастически. И когда мы понимаем, что все это идет от Всевышнего, дальше действуя правильно в сферах бизнес, отношения, семья, воспитания, личная жизнь, то мы можем реально улучшить жизни миллионов людей с вашей помощью. Все, удачи, успехов. И что Всевышний в заслугу того, что вы благодарите Всевышнего, чтобы он восполнил все ваши недостатки. То есть недостатки имеется в виду то, что вам не хватает. Мы знаем, да, что когда ты благодаришь Всевышнего, то этот путь к восполнению того, что тебе не хватает, намного более мощный, чем просьба. Потому что когда ты просишь, ноешь в унынии и так далее, не благодаря Всевышнего, оно не работает. А когда ты благодаришь Всевышнего и от всего сердца благодаришь и делаешь добро, Всевышний восполняет то, что тебе не хватает. Вот это вот так работает. Все, всем удачи, успехов. До завтра.